Он будет всегда больной и никогда не выздоровеет, поэтому просыпаться надо пораньше, ну пораньше, часов 8, извините. Это нужно просто, чтобы что-либо понятно было. Ага, ага. То есть это не простой психолог, у нас, да? Да, извиняюсь, я буду отвлекаться, потому что я руководитель службы, и мне вот прям, ну, телефон выключать полностью никак нельзя, так что, прошу, простите. Отлично. Я вас всех приветствую, спасибо, что добрались. Кто, как говорится, пораньше встает, тому и бог, и государство чем-то дает, поэтому мы стараемся. Кто меня еще не знает, меня зовут Мухаммед Штанна Салиховна, я клинический психолог, психотерапевт и руководитель службы нашего подразделения по северо-западному округу. Сразу расскажу про нашу службу немножечко, кто не знает. Это старейшая служба психологическая в Москве, бесплатная. Она была организована после теракта НОРТОСТ, когда выяснилось, что МЧС не справляется с какими-то такими вот внезапными, очень сложными ситуациями, надо еще специалистов откуда-то подтягивать. Причем специалисты должны быть специалистами, а не просто люди, получившие образование. И Лужков сказал, даешь службу. И службе в 2013 год пошел в этом году уже. Таких отделов, как у меня, в каждом округе. То есть служба должна быть доступна, полосказна правительством города Москвы. Все москвичи получают и работающие в Москве услуги бесплатно. Мы работаем также, помимо всеми, кто приходит сюда, со всеми центрами социального обслуживания и центрами реабилитации. В каждом центре прикреплен психолог, который приходит несколько раз в месяц и читает лекции. Потому что работа строится наша на, страшном слове, психопрофилактика, но фактически информирование людей вообще о том, что такое психология и как самому справиться с какими-то проблемами. И непосредственно с психологической коррекцией, когда можно записаться в центре социального обслуживания, там отделение дневного пребывания обычно этим занимается. Они ведут записи, когда появляются люди, они нам звонят и просят, допустим, если это совсем тяжелый случай, то выезд на дом зачастую. Но это бывает очень редко, потому что больше нас вызывают бабушкам, которые немножко не в себе. А зачастую это не наш вариант. Работа с народом, который имеет ограничения в передвижении, в основном по скайпу. Чтобы никого не дергать, потому что иногда домой не очень удобно приехать, потому что помимо самого клиента еще есть куча народу, который начинает отвлекать и что-то как бы, да, еще делать, чтобы была работа именно для этого человека. Ну, у нас все способы для этого есть спокойненько. Садимся и получается полноценная консультация, в среднем это от часа до полутора выделяется на человека. У нас есть также еще различные направления от тренингов. Дистанционно тоже народ работает на коучинг, если кому-то надо, но в основном коучинг запрашивает меньшее количество народу. Больше это короткий курс такой терапевтический, либо просто консультирование. Чтобы вы понимали, в нашей стране вообще психология еще до сих пор наука страшная. И когда ко мне вот пообращались две недели назад очень замечательные люди, которые хотели при храме организовать клуб ребят на колясках. Классно, да, там с родителями все. И народ хотел, а батюшка сказал, вообще святой водой брыгать этих психологов. Это центр Москвы, это православный университет один из. И вообще гнать. И это все медминтазом накрылось, потому что как бы на их территории, то есть вы просто должны понимать, что когда ты говоришь психолог, не всегда встречаешься с благожелательным отношением даже с самих клиентов. И православная, ну не все. Вот у нас, как раз вот я от этого уйду, у нас подразделение наше первое в Москве официальное, которое занимается православной психотерапией. Вот, у меня, у нас есть благословение высоких чинов церкви на эту работу, то есть как бы, ну это не просто наше такое самочинство, да, вот что. Вот, есть, как бы наш, так сказать, куратор Владыка Марк, это куратор всех церквей зарубежья главные. Вот, он главный помощник патриарха. Вот, он был у нас как раз в округе благочинный, сейчас вот его на повышение выбрали. И мы работаем с несколькими храмами, как консультанты, ну все то же самое, в принципе, там ничего таких вот различий нет, просто учитывая, допустим, какие-то направления, ну религиозные, допустим, мысли, да, там, вот там, вот там, вот там, вот там, вот, священники сами приходят на терапию, то есть уже просятся, кто понимает, да, но мы, опять же, не насильничаем, мы всем показываем возможности, которые у нас есть, пользуйтесь, да, пока государство дает эту замечательную возможность вот так вот, как бы, задаром это все получать и в хорошем качестве. То есть вот в службе также есть реабилитация, но у нас в отделении нет, так у нас пока нет полного доступа для народа с ограничением по продвижению, то мы как бы не можем это запросить. А так это центральный офис, находится у нас в текстильщиках, туда можно также позвонить, приехать и по записи получить вот эти реабилитационные услуги. Ну там тоже есть ограничения определенные по состоянию здоровья, то есть там какие-то кресла массажные там и прочие реабилитационные, они не всегда там для людей с проблемами с позвоночником, ну то есть там тоже вот это вот учитывается. Ну, стараемся по максимуму, хоть каждый что-то получил с условием своих физических и психологических особенностей. Вот, а здесь вот этот вот отдел, он существует, ну, два с половиной года уже, два года восемь месяцев. Это достаточно большое подразднение, у нас одно из самых больших, оно в Москве сейчас. За день проходит, если семейная терапия, может, с учетом семей, где-то человек 30 может пройти. Чем занимаются психологи в рамках такого государственного центра, да, помимо выездов куда-то в Центр социального обслуживания, потому что, ну, так как мы находимся в департаменте социальной защиты и труда, сейчас их объединили, да, то есть мы обязаны работать с нашими, как бы, социальщиками. Вот, и это очень интересная работа, я могу сказать, потому что, ну, сейчас очень стараются там разнообразить это все, да, не просто там пришел человек, ему что-то выписали, да, и уходи быстрее. Сейчас очень-очень город заинтересован в этом, и там работа, конечно, кипит. Я провожу клуб, вот, еще к тому же молодых инвалидов, вот так назвала это, реабилитацию у нас в дневниках. Эта форма работы достаточно простая. Раз в месяц мы собираемся с народом, там, от 14 до вот, до очень поздного возраста. Мы спьем чай, мы общаемся, и при этом происходит, помимо общения, работая на запрос. Группа собирается и говорит, а нам сегодня интересно это. Мы либо занимаемся терапией, либо просто, допустим, какие-то глубинные вещи между собой прорабатываем. И это все не навязчиво, то есть это не в рамках какого-то, ну, вот, очень такого жесткого классического варианта, да, то есть мы добивались форм работы, которые будут максимально близки и неформальные. Ну, потому что с формализмом мы все сталкиваемся регулярно, это больше напрягает, чем лечит. Так что вы всегда можете узнать, вот, по интернету найти хорошо мненники реабилитации, узнать, какого числа, когда будет этот клуб приехать. Там доступность нормальная, цивильная, как бы, там и подъемники, то есть там все, пожалуйста. Вот, со всей Москвы, то есть это не только люди, которые живут в данном округе, и вот больше никто не может. К нам приезжают тоже, если кто знает, вот, допустим, именно православного психотерапевта, да, записываются с любой точки. То есть здесь абсолютно никаких ограничений не даем. И психологически мы занимаемся еще методической работой с психологами, с другими. Так как у нас служба уникальная, в том плане, что у нас работают только психологи в основном. То есть у нас нет людей, которые не понимают, что такое психология, и не приносят какие-то совершенно свои непонятные вещи этого всего. И нам удается сохранять, ну, такое вот поддерживающее пространство, где каждый специалист может получить, помимо того, что какой-то обратной связи, еще и собственную терапию тоже. У нас это обязательное условие раз в несколько месяцев ходить на так называемую супервизию, то есть когда вы разбираете какой-то случай, который вы ведете, но не получается, да, и на личную терапию, потому что вот без этого никак. Опять же, для тех, кто вот с психологией только вот, ну, начинает сталкиваться, да, и как-то, ну, ему близко эта профессия, ну, я выбрал, нужно понимать, что мы живем в очень таких тяжелых условиях законных, потому что по сравнению с Европой, где это все уже много лет, это все стандартизировано, а там специалисты должны проходить определенные образования, определенные виды терапии сами, да, определенных специалистов. И тогда вам гарантируется это, что человек, который вами занимается, он реальный специалист. У нас это не так, у нас закон о психологической помощи.